В эфире новости Ленинского городского округа, в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. Лето, пора комплексного благоустройства, какие дворы станут новыми территориями комфорта. Я-то доволен, конечно, очень хорошо. Потому что старая площадка, ну она была тоже вроде ничего, а сейчас еще будет лучше. Возле Видновской телефонной станции на Советской улице идет строительство рынка. Местные жители возмущены. Рынок нам здесь вообще не нужен. Магазинов здесь полно. Нет бы хорошей какой-нибудь поставить тут для детей. Госадмотехнадзор совместно с ГИБДД и администрацией Ленинского городского округа провели спецоперацию «Засада». Каждую неделю будут проходить данные рейды для пресечения сброса вне отведенных для этих целей мест. В Видном проходит комплексное благоустройство дворовой территории дома номер 3 по проспекту Ленинского комсомола. Ремонтные работы ведутся в рамках губернаторской программы и включают асфальтирование дорожного полотна, строительство детской и спортивной площадок, обустройство парковочных мест и освещения. Подробнее в нашем сюжете. Территория дома номер 3 по проспекту Ленинского комсомола давно ждала благоустройство. Сейчас ее приводят в порядок в соответствии со всеми стандартами комфорта. Ремонтные работы проводятся в рамках губернаторской программы и обязательно с учетом пожеланий жителей. Работы выполняются при финансовом участии правительства Московской области. Они софинансируют работы по замене асфальта в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий. В этом году они выделили порядка 30 миллионов рублей нашему муниципалитету для проведения этих работ. Во дворе меняют около 3,5 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, которое со временем пришло в негодность. Производится ремонт старых тротуаров, дополнительно будут созданы новые. После того, как мы завершим здесь работы, связанные с асфальтобетонным покрытием, все те зеленые насаждения, а точнее озеленения мы восстановим. И здесь будет красивый, хороший, ухоженный и практически новый двор. Оборудуют удобные подходы к детским и спортивным площадкам. Появятся новые парковочные места. Очень-очень все красиво, очень-очень. Мы даже все были удивлены домом, из дома. Вот, что там все дорожки все шире стали, вот они. У дома номер три появится новая детская площадка. Рабочие уже устанавливают резиновое травмобезопасное покрытие. Скоро здесь будет целый игровой комплекс с качелями, каруселями и песочным двориком, предназначенные для детей младшего и среднего возраста. Этому событию особенно рад местный житель Александр Федулов. Совсем рядом будет прекрасное место для прогулок с внуком. Я-то доволен, конечно, очень хорошо. Потому что старая площадка, ну она была тоже вроде ничего, вот, а сейчас еще будет лучше. Также здесь оборудуют спортивный блок с уличными тренажерами. Информационные стенды установят контейнерную площадку для сбора мусора. Работы планируют завершить через две недели. Хочется огромное сказать спасибо жителям, потому что они проголосовали на портале Добродел за то, чтобы эту территорию сделали. И вот не прошло, что называется, и полгода эта территория преображается. И здесь реально будет все абсолютно новое, все абсолютно современное. Всего на 2020 год запланировано комплексное благоустройство 12 придомовых территорий, расположенных в городе Видное. Адреса включены в план по результатам голосования на портале Добродел. Ознакомиться с графиком проведения ремонтных работ можно на сайте администрации Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Жители домов, расположенных возле Видновской телефонной станции на Советской улице, возмущены. Рядом идет строительство рынка. По мнению граждан, нестационарные торговые объекты возводятся незаконно. В ситуацию вмешались представители депутатского корпуса и администрации муниципалитета. На место стройки выехала наша съемочная группа, чтобы разобраться в проблеме. Подробности в репортаже Юлия Погосян. Тихий центр города Видное. Территория между домами 21 дробь 22 по Советской улице и 23, 26 и 19 А по проспекту Ленинского комсомола. Проезжие части здесь узкие. Из-за ближайшей школы и детского сада частые заторы, которые, кстати, в скором времени могут увеличиться. А виной тому строящийся здесь рынок. Рынок нам здесь вообще не нужен. Магазинов здесь полно. Нет бы хорошей какой-нибудь поставить тут для детей. Зачем она нам нужна? Чтобы потом жители просто караул кричали. От того, что здесь будет и машина, и проезжая часть. Скопление вот этой очередной машины. Здесь так и так утром пробки. Данный участок находится в частной собственности. Вид разрешенного использования – объекты придорожного сервиса. Это значит, что строить можно гостиницы, запровочные станции, мойки и тому подобное. Причем только стационарным зданием. А собственник мало того, что использует землю не по назначению, так еще и возводит здесь нестационарные торговые объекты. Без наличия стационарного объекта осуществлять деятельность по торговле из НТО незаконно. В случае начала торговли администрация будет составлять административные протоколы и привлекать ответственность. К месту строительства рынка уже неоднократно приезжала инспекция, куда входят сотрудники администрации Ленинского городского округа и представители депутатского корпуса. Попытки выйти на связь с собственником безуспешны. Почему? Какое распоряжение у меня? Какое распоряжение? Представители администрации приехали, я депутат местный. Обычный конструктивный диалог, которого нет, и жители поэтому возмущены. Посмотрите, территорию вокруг, ни одного парковочного места. Фактически нет здесь заезда, въезда для техники, а крупногабаритная техника, она здесь по-любому будет заезжать. Потому что как будет товар поставляться? Так в результате должен выглядеть строящийся рынок. Фотография взята с одного популярного сайта, где предлагается аренда торговых помещений. Аккуратные строения в едином стиле, расположенные в два ряда. Просторная облагороженная территория, озеленение. Но складывается впечатление, что все будет иначе. Объект полностью огорожен забором. Представители администрации и депутатов на территорию не пускают. Что там происходит, непонятно. Но и так видно, что имеющиеся строения не соответствуют архитектурному плану. Первые жалобы на строительство торгового объекта от жителей в администрацию поступили в конце мая. Все это время власти ведут борьбу с собственником. Позицию администрации, что строительство именно не стационарных торговых объектов, оно незаконно. Мы продолжим следить за ситуацией и информировать телезрителей о том, сложится ли нежеланное соседство. Юлия Погасян, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. Госадмотехнадзор совместно с ГИБДД и администрацией Ленинского городского округа провели спецоперацию «Засада». Цель – предотвращение сброса строительного и крупногабаритного мусора на площадке для сбора твердых коммунальных отходов и в других неотведенных для этого местах. Охотилась за нарушителями и наша съемочная группа. Раннее утро. Жители Расторгуевской части Видного спешат на работу, по пути выбрасывая мусор. Именно в это время суток, а также поздно вечером и ночью можно встретить и нарушителей, оставляющих строительный и крупногабаритный мусор у контейнеров для сбора ТКО и в других неотведенных для этого местах. Именно для предотвращения действия последних Госадмотехнадзор совместно с ГИБДД, администрацией Ленинского городского округа и представителем Каширского регионального оператора проводит спецоперацию «Засада». В Ленинском городском округе участились случаи сброса строительного мусора в неотведенных для этих целей местах. В лесах, по дороге. Каждую неделю будут проходить данные рейды для пресечения сброса в неотведенных для этих целей местах. Засада на этот раз расположилась у контейнерных площадок на улицах Черняховского и Первый Калиновский проезд. По первому адресу крупных нарушений замечено не было, а вот на Первом Калиновском организаторов спецоперации ждали целые навалы из строительного мусора. Местные жители утверждают, что раньше в этом месте стоял большой бункер для крупногабарита, который не так давно убрали. И сваливать строительный мусор рядом с контейнерной площадкой им якобы разрешили сами коммунальщики. Когда мусор приезжает, нам говорят, в помойку скидываете. Кто вам такое сказал? Когда приезжают забирать. А строительный мусор скидываете на землю, ну реально трактор приезжает два раза в неделю, он забирает. Редор-сервис, это не оригинальный трактор. Я не знаю, просто я вам говорю, какие... На эту площадку только ТКО вывозятся. Нет, мы рядом скидываем. Нельзя. Сейчас увеличили большую площадь контейнеров, но отсутствует вот большой контейнер. Вот, что очень не хватает, потому что все равно люди будут разбрасывать. Это в любом случае, потому что, ну как видите, все равно люди у нас такие. Вот, поэтому все равно, конечно, бы желательно поставить большой контейнер для сбора большого мусора. Представитель Госадомтехнодзора Виктория Ильина напомнила жителям о необходимости утилизировать строительный и крупногабаритный мусор самостоятельно. Видите, здесь даже нет места, нет отсека для КГМ. Получается, то, что здесь вот эти навалы, то есть это сбрасывается несанкционированно, понимаете? Ну мы не знали. Ну а тем, кого застали на месте преступления, придется заплатить штраф. Нарушитель привлекается к административной ответственности. Значит, за сброс мусора по статье 8.2 КОАП Российской Федерации предусмотрен административный штраф в размере от 1000 рублей. Мусорные навалы же придется вывозить администрации и дорсервису за бюджетные деньги, как несанкционированную свалку. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Вместе с постепенным снятием ограничений в Центральном парке отдыха города Видное начали проводить ставшие уже традиционными мастер-классы. Последнее занятие было приурочено ко Дню семьи любви и верности. О том, как теперь проходят такие мероприятия, узнала наша съемочная группа. Юным посетителям Центрального парка отдыха города Видное предложили принять участие в мастер-классе по созданию брошек из фетра и браслетов из бумаги. И выворачиваем наизнанку. Так. Вот. Отлично. Ребята явно были увлечены процессом. Резали, клеили и примеряли новые украшения. Некоторые справлялись с работой быстрее, ведь для них это не в новинку. Ну, я раньше занималась вот этими поделками, а потом перестала, потому что мы переехали. Интересно, я давно в поделок не делала. Проводили мастер-класс сотрудники культурно-массового отдела парка. Они рассказывали гостям о символе Дня семьи любви и верности – ромашке. Занятия на свежем воздухе начались в парке неделю назад. Материалы для мастер-классов сотрудники готовят заранее, чтобы сделать процесс максимально безопасным. Все материалы обрабатываются защитным составом. Все сотрудники парка, соответственно, протестированы на ковид или на антитела. Все находятся, вот видите, в масках, в защитных перчатках. Все занятия проводятся бесплатно. Новые мастер-классы будут анонсированы в социальных сетях парка отдыха города Видное. К сожалению, из-за пандемии чемпионат Европы по мотоболу, который должен был пройти в Видном, перенесен на следующий год. Но он обязательно состоится. Сегодня в нашей рубрике «Время назад» мы предлагаем вам посмотреть репортаж 1997 года с открытия на стадионе «Металлург» чемпионата России по мотоболу. В нашем городе много достопримечательностей, и одна из них знаменита на весь мир. Это всеми любимая команда по мотоболу «Металлург». И не случайно 19 июня открытие чемпионата России по мотоболу прошло у нас в городе. Этот день для жителей города стал настоящим праздником. Торжественные обстоятельства нашим мотоболистам были вручены медали чемпионов Российской Федерации и присвоены звания мастеров спорта 1996 года. И уж, конечно, всех тронула сцена прощания Владимира Артюшкевича с большим спортом. Он играл в команде «Металлург» с 1982 года. Ему были вручены памятные подарки, и под оплатисменты преданных болельщиков он проехал на своем железном коне круг почета. Первую игру чемпионата наша команда провела с командой «Колос» из Ипатова и без труда выиграла у них со счетом 12-3. Мы приглашаем всех на стадион поболеть за нашу команду. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин